сегодня 26 января 2022 год среда вот у нас утром как всегда 4 40 я встал сегодня без каких минут 12 ночи только было сделал поправился сна нету затопить печку подготовил все убрал лег сна нету размышляю вчера где-то я когда все это пройдете а здесь такое что и температура то опустилась так низкой я тут еще пальто накинул сверху но никак перевернусь сбоку на бок я опять мысль решая решает думаю говорю как бы и как заснул не знаю где-то уже третий час начался и в это время 26 минут уже на ногах был четвертого было ну и все тогда в 4 40 уже татьяна кузьмиша звонит молодец лазит и дальше уже понятно отмолились мы как могли сейчас переписка идет мы что-то делаем тайна я все переписку вставляю где-то не смертельно когда коснулась я выписывал по делу своему это 4 тома когда меня судили и там были люди которые не только не расположена враждебные и никто бы никогда не знал что там написано то тайну никому это не дадут я оттуда все списал сидел днями там уходил со мной садили человека одного видимо студент юридического факультета чтобы речи не взять а я могу я верующий ничего не возьму дает я один сижу целый день там и выписываю ну а потом стали мне упреки вот это бы никто не знал вот вы написали я отвечаю я уважаю своих слушателей и считателей и поэтому отдаю на рассуждение то после этого никто потеряевку не поедет там другие уже по другой теме а я об этом не думаю я думаю что это уже было где-то там зафиксировано и когда это опубликовал кто один человек говорит вот как это смотри-ка ты мы картошку сажали жена говорит по одного человека он срочно надо ехать в район оказывается он ходил доклад делал там что тут у нас делается его вызвали а теперь так когда все это мне руки то попали материалы и другой стороны из прокуратуры пришлось не знакомиться и все обнаружилось и и притом ни один не остался не наказан понимаете как-то они между собой трое у нас было объединились и и начали клепать на меня а я в это время работаю огородчик там лагерный маленький то и один из них наконец скачет только напротив нас поравнялся лошадь спотыкается он через голову лошади бахнулся об землю нога пополам готова дело теперь везут ему гипс на ноги на ногу второй буквально на следующий день второму ногу и вот они в церкви сидят вот так вот трое рядом сидят на скамейке ноги свои держат все обоевать не с кем я никому не прикасался а у меня это все отображено книгах дальше притом самые близкие люди то а который это затевал внезапно ну говорят что было у него покаяние как бы я уж не буду говорить что там когда с потеряевки съезжаем на дорогу а там сейчас евгений там долго поднял маленько не маленько даже а так и проехать а тогда прямо вниз и машина застряла наша но тут трасса прям рядом трасса я вышел на трассу ну надо кого-то остановить но думаю с той стороны кто едет не из барнаула почему тоже не знаю и машина я поднял руку она остановилась не до меня не доезжая оттуда выскакивает человек с бородой еще не сильно брошу несется ко мне пробегом бежит упал под ноги прости меня это один из них нам нигде нельзя было встретиться он уехал и прости меня то есть злодейство душила все эти годы но дальше кончится трагическая смерть работа будет под землей и внезапно все сменится но тот который стоял говорит наверху он мусульман он кричал он говорит господи прости это вашего господи прости все но он попросил прощения это и все которые сейчас воюет я знаю ни один не останется не наказан и а я только молюсь господи уменьши это наказание не от меня же это зависит который писал московский комсомолец на алтае а я приехал когда называется сатисфакции требовать возмещения оскорбление и проще кто-то статьи писал лапкина прихлопнули там то другое но это у нас тут александр самульцев такой корреспондент такой хорошие основные статьи он пишет ну интересно так вы хотите изменить вообще ну уже оклеветали нет ну все тогда в руки божьей передаю я не знаю сколько неделю прожил он или нет его находят убитым дальше который выступал против с работы там снимают которая женщина выступала там на лестничной площадке ирина звать запретили выступать по этим темам который выступал это профессор мне сказали его в подъезде где-то захватили там буквально школьники ножами изрезали ему всю задницу и главное били никуда там задницу и я когда в прокуратуре встретился они говорят это что за разгром такой которые против вас были они знали ты не судить некого я говорю это не сегодня началось а почему для чего то меня бог бережет как я падал на лестницу падал у снег там где глушков живет а там кирпичи наложили тогда дороги когда не было то а он кирпич на него наехал на край то велосипед а туда подножку я хлопнулся прямо на те кирпичи только первым поднял голову еще не так кто видел оказывается видели и говорили у меня было это я стал пощупал нет все целое и кость его не сокрушится по сегодняшний день и поэтому то что я сейчас говорю это здесь вот у меня здесь был человек который приехал по разрешению по хорошему роман малыш но дальше началось такое стоим он стоит здесь володя около меня молится он дальше но иногда псалтырь даю считать володя считает и он начал считать я ему потом говорю я это ты как считаешь что ты как будто бы ненавидишь кого-то вы считаешь почему интонация да нет я врат и послушай сам это запись дал ему это я это я то есть ну другой пример мы остались двое с виталием устиновым в шалаше он все разъехались мы двое молитвы считаем посчитали на улице камарьё заедает мы в шалаше я читаю он считает господи помилуй господи помилуй господи помилуй как будто бога за грудки берешь виталий считай потихоньку господи помилуй златоуз говорит и выражение интонация все человек меняет когда просит начальствующих ну как можешь так скажи господи помилуй он не может по-другому я сколько не просил я молюсь а почему старообрядческая это чисто старообрядческая у них как будто ампулы вшит оттуда никому ничего не прощать они прощение это злопомнение зло помнит и помнит и и златоуз говорит уподобляет дьяволу это у меня встреча должна была быть я ехал к александру ивановичу устинову встретились я говорю можете людей собрать но почему не то побеседовать а и ночью я вижу у них как там веранда такая его ну комнате там сказать ну как вот палате только где люди там сидят еще и там беды от небеса один демона и на завтра собирается старообряться я их слушаю и что вас не видел там все сходится да и мне не люди пришли в вашем лице кто-то другой пришел я говорю ну и стал говорить это я сны не делаю себе сны зачем это внутри комнаты как вот такая значит там это делается балкон на балконе они у них там у балкона никакого нет то есть возвышаются и в это время поносит никому ничего никогда не прощают 360 лет назад было событие и сегодняшний никто не трогает нет я говорю ну вы же старообрядцы а это нам враги присвоили такое название враги так а зачем же вы его взяли что враги сейчас никакого гонения нет везде старообрядческий журнал метрополит старообрядческий метрополит старообрядческий но я не я пишу не враги пишут ваши руки пишут а почему я вас просила вы меня теперь я не знаю это православная церковь баптисты евангельские христиане баптисты выпишите старообрядческое мы так и должны у них не было никогда за 360 лет ни одного миссионера и однажды к ним переходит профессор экстраординарный профессор санкт-петербургской академии семенов ну его имя было другое будет епископ михаил канадский старообрядцем перешел из тогда до революции было 10 год ну кажется представь такой человек такие у него проповеди идут ему сразу же объявили войну никоньянин и воде уральский был там арсений кажется единично хотя первое по постерское правило в епископа рукополагает два или три епископа тот единичный потому и образование это такое было а брось это тоже один рукополагал пабло и других корни оттуда идут и вот здесь на него как нападают журнал такой называет старообрядческая мысль большой крепкий журнал там что такое и там все это описано он говорит я не причастить я не могу о себе говорит я не знаю чем молиться то есть они довели его до полного сумасшествия и где-то что-то там было где-то кто неизвестно не вы а у них это сплошь и рядом такое и они его так избили то он умер 47 лет что ли было ему это все описано в их журнале друзья его писали и кто там карабинович против него один старообрядческих освящений кажется григорий звать и он всячески поносит а сам его шнурка не стоит и это не одно настоящее время здесь священник симеон дурасов он увидел когда ну вот старообрядческий корней старообрядческий но его сердце пробудилось и у меня его письмо помещено здесь ему войну объявили сразу же его отлучают снимают сам а у него жена кажется умерла где-то что-то было такое и с ним встречались наши улентина с володей и знает его и и он говорит что надо разобрать это почему такая ненависть с православным то нас когда смотришь на наши горько будто нас дыбы с костра сняли только сегодня вот такая ненависть ну игумен кирилл сахаров и вы видели как он все по старообрядческий шапка у него и под пояска и леска все старообрядческая а во сне видит они пришли его ищут ухайдакать там и он под столом я пик он я за вас за молчание коня ним там проклятый он все это описывает и однажды он набрал автобус и повез там где старообрядческий монастырь показать они как увидели но ты сразу заперлись и в щели смотрят ну а тебя вышли никого не пропускают и кричат уходите окаянные никоньяни но люди-то заволновались он говорит ну наши и сжигали не сжигали там пытали но не пытали там но они все сказали только он свою пасту успокаивает и все описывает он член союза писателей вот понимаешь никому ничего не прощают если что-то сделали он будет поминать и поминать все проще на воскресенье христа ради прости христа ради а на душе ничего этого нет ни христа не ради христа не прощения я это уже знаю на сибирске был ни под каким видом нельзя и когда нас были там нас отлучили пришлось видеть этого из москвы а тогда александр иванович устинов там андрей то что-то замолвили долгов андрей педотович и вам туда же дорога александр иванович готова слишком много вы хотите проходит какое-то время мы поехали с надеждой васильной туда приняли нас и отец иоанн я не знаю как сейчас уже по мере что-то такое сладкая фамилия чуть ли не сахаров и он меня обнял и говорит хорошо что вы никуда не ушли нищего теперь можем сказать кто кляузы эти писал а тут не разобрались и то другое любимый твой отец павел морозов я удерживал со своей дочерью машей так было так ты его любила и проще это но когда мы с ним встретились а в нем как все выдано хороший священник но не просто священник а он был духовником архиепископ архиепископ это высшая их не было даже митрополиту старобрядцев не было партериарха вообще не было и вот он у него духовник был я к помню за мной приехал кто-то звонка не было никакого тогда не было возможности из новосибирска что поехал отец павел надо быть вам с ним встретиться я ни слова не говоря после работы туда приезжаем он андрея федотовича я подхожу и к нему в ноги а у них только в ноги не просто подойти а я должен на колени встать и головой до земли встать и сказать очень благослови вот что интересно вообще мы его не знаем он нравился надежды васильевым говорю замуж не выходить там то другое проповедник хороший так говорю или нет да здесь он сразу меня сразу же враждебно а я вас не знаю я тогда батюшки а отец трофим наш новосибирский то тут стоит высокий рост такой сухощавый я к нему в ноги батюшка благослови я не могу он просто там пресс-витер он старше ну да кому я у кого благословлять это этот меня не знают ну ты за свидетельство мне-то и скажи и он на нас написал кляузу что я увел всю молодежь к баптистам еще что-то там было а молодежи всего только три девицы было три больше не было там чего она хочет там парней было много они же из армии многие пришли перед дверь ну там парней было много а каких много то который пришел он без поповцев ушел он и был никуда он не ушел это сказать не был он и какие парни назови мне одного хотя бы нету только но никого не было держите меня на встречу никто не приходил ни разу нигде считаешь димитрия он священник был молодежь молодежь его сестра там была лида не на твоя сестра не на это и все тимофеева которые все все не было ни на одной встрече никого не было ну кого она назовешь абрам никита никита абрамович на одной ноге андрюшу и вот сергеевич у андрюша только три брата было ни одного не было ни разу и они в церкви не ходили а не игнатий не было и я приводила и может были враждебны ни разу на занятиях не были я их не знал в храме стоят один раз я привела их а второй раз я готов только по библии говорит и я и не плачь и больше не извините пожалуйста старообрядческий дух какой еще то и дает это нет но нерасположение в чем-то выписывать надо я тебе говорю на занятиях не было никого я не знаю это значит привела у дверей постояли там и ринулись назад я говорю о том что было и нас там тогда все снялись нас написали отцу трофиму принять нас отец павел написал а теперь говорит можем сказать это он а он когда начался разговор он вот от бога же это после встречи со мною у него сразу конфликт начался там и он говорит вы сотрудники кгб я это знаю это ну действительно лев этот отец глеб якуни доказывает да все гости старообрядцы сотрудничали и он на архиепископа и сказал вы тоже там подписаны все и они ему объявили войну он не покорился запрещает служение он служит снимают сам он служит и не отпевать даже у старообрядцев меры никакой нет ну сняли все уже кончилось а теперь это он сделал вот какое у него было поражение а маша это маленькая группа они уже тогда это старообрядчество не на него что ставят теперь только отдельно все еще одна их только в беспоповство больше пятидесяти разных наименований они не вот на икону заходит у вас там и голубь изображен на кресте а крест и крест и староставляться или ты кредо голубь изображен а я же не знаю кто он зашел а это нельзя молиться уберите его дух святой его нельзя изображать проходит другой другой крест ставлю находит у вас есть или нет я говорю ну нету так как же без духа святого то есть они коса разные и и притом абсолютно ничего не знают вот строить дом да 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 только до окна достроили из бруса то где-то и он приносит это час не надо мы тут дел мама сказала иконы только на к подоконнике старая обрядка у них я буду село урывка рядом откуда мед берем она идет впереди то в деревне урывки я говорю притормози маленько притормозил кто-то за машина за рулем не знаю кажется это глушков был я захожу мы приезжаем к вам вот евангелие я кержачка никаких евангелий там не надо я не понял она опять идет я машину догнали опять впереди ее мы евангелие даем я сказала кержачка никакого евангелия надо а мама я сказала на земле 70 лет но наша вера сама истина ты никуда дочка моя не ходи все на этом вся вера кончилась 70 мир а их не 70 сегодня только в одной америке 21000 ну я говорю то что есть и с этим расправились а мы с ней выходим и в тамбуре а у них был один человек с которым у меня были связи его отец его звать евгения отец у него алексей и они меня ставили даже ночевать в архиепископии библиотека я там многое выписывал и бара гаузна вот первый раз увидел я не знаю томов на рэ 60 не меньше энциклопедия бара гауза а у него сын евгений он архитектурный закончил знаменитый тем что у него красота 8 или сколько у них 9 сыновей было или что ли вот так и у нас мы выходим он а вы что здесь я говорю сняли с нас все еще нету как сняли сразу стоп стоять здесь мы стали постойки смирно он прошел долго нет его там копаться нигде ничего нету и видимо и сказали все уже архиепископ подписал ничего за ними нигде он вышел ладно идите враг настоящий враг а его сделал таким я когда писал на пасху поздравительно и который письмо баптистам положил его но много писем то 1200 писем я каждый год поцелу на год 1200 писем а поздравительно передо мной лежит там до 70 допустим писем конвертов там ничего и нету но я назвал их братьями это смертный грех смертный грех ну и что дальше туда едет с ним встречается андрей педотич долгов старый обрядец до корням волос своих добрый наш друг вот в москве он был когда там гул голос они там распе бывает морозовский какой там киевский он там не тут сделал сразу с этого склерса его согнали свой старый обрядец и вот он здесь когда был мы гордолго гуляли вечером с евгением но еще только одно повторяю сигнать им прерви всякую связь сигнать им прерви игру ну ну как так когда я вот столько узнал получил евангелем с его где-то играть не было никак и вот он едет на машине я не связываю с собой но так уж получается дорога одна туда вот так вот как идут до дорога едет а между ними там бордюры здесь бордюр и посередке кустарники он сидит шофер на этой стороне или как и он на этой стороне шофер на той это советская машина то оттуда едет татра длинная там чуть не 8 или 12 метров кузов и она перескакивает весь этот бордюр и прямо сюда прямо сюда перед ним он прям под это облетает мгновенная тысячи доли секунды он сразу креста разморжила его евгения в про шофера не знаю мне тут пишут показывают схему как ехали нету никого нету я говорю уже не оба стыта простых лица он стал священником и не в гомеле кажется он был и когда он ездил к нему я сделал вывод такой меня господь хранит и отойди лучше от меня вот роман здесь был когда и он когда начал эта земля не круглая там я не знаю на чем на слонах на черепахах она и вот ну возник слег два дня лежит вот на койку туда головой и лежит как мертвый лежит не стать еще не встаешь не может стать полностью отняты органы лежит это как забунтует я уже знаю два дня будет лежать глотать воздух это не один раз и каждый раз как и забунтует выходит игры так ложится уже на два дня я говорю и не позаглаза и это не день не два бесчетное число раз но достаточно один раз ты это услышал еще тебе еще надо то охота поболеть я романа предупредил и он вдруг поднялся против сразу все у него как будто бы никогда не было верующим столько дел все может делать причастился две недели назад на батюшку восстал это не в церковь путин не президент земля где живете она вам не принадлежит а то вроде украину или еще совершенно бешеный сделался ну и обещал осенью он начать прописывать то другой обман пришлось сообщить в органы ну и все просто под белой ручки с наручниками и отсюда все больше суда нет и все тут продал соседу что-то у него было деревья валил он всегда помогал у нас такие отношения у меня стихотворение такое написал два фута под килем как будто никогда не было то есть совершенно сумасшествие но батюшка за год у каком уехали не одной ни одного ролика не записывает считает евангелие евангелие там выступление ничего нигде нету у него нулевое у батюшки потенциал на записи где-то не надо а тут попросил людмилу у них записывать пришли все записали единственный раз но записали все что он там говорил и как было и он пришел тоже записывал решили тогда разобрать это это тоже никогда никогда не записывает ну почему же не записать то батюшка не надо и здесь тоже только когда нужно уже я там скажу ли где записываем идут занятия тут они власти а в церкви он власти но нет значит нет нет и при том объяснение я знаю какое объяснение и когда он даже выходит здесь он все время озирается молоде треножник стоит куда направлен глазок в храме идет служение патриарх записывается место митрополита у него записывает на несколько со всех сторон и все это показывает это здесь нет и такой же друг у него я сколько не пытаясь приучить священник который приезжал из стула ничего нету да я же на вас посылаю но я не знаю как ну как не знаешь ну когда но открой только было же такое-то и ничем нельзя объяснить кроме сказать страшно даже и батюшка каждый год едет только к нему я вручу это ешь как будто вторая жена у тебя где-то куда ты едешь зачем оттуда по монастырям вот и возьми евангелие соседней деревне хоть один раз хоть один раз выйди на благовестие нету притом батюшка не укорезен и пьет не курит все как надо ничего нельзя сделать это как вот рок какой-то на человеком он не соглашится допустим но зачем я он выходит когда говорит и в это время если я записываю где-то он не знает что дальше говорить полностью отнимается должна изусть тысячу раз повторил но иногда мне крайне ну а когда архиерей приезжает мы все снимаем я захожу в алтарь я в алтарь никогда не захожу только при архиерея чтец имею право я все там снимаю тут он уже никак а владыка я только захожу а вот тут мы зашли с этой архивью забедули на это ну и с нами кто-то еще был не знаю кто-то снимал а владыка только спасела что двое снимать их один фотоаппарат а другой видео все сколько бы не было у нас записи у него когда сидим за столом миндальная повесть один час 10 минут я говорю а потом фотографируется его который служка обслуживал стал я говорю у нас с бритами не хотим от 1 2 раз тот отскочил в сторону и давай фотографировать вот какой а это что боязнь это вот у нас серафима там была гаврилова царство небесное как увидеть что снимает сатана сатана фотографируется нельзя ни по не а тем более запись сделать нельзя но я решил однажды дети вышли когда здесь я подошел горы серафима ты же такой опыт имеешь как с детьми то другое начале наговаривают девочкам дай наказ потом мальчиком и она полностью девочкам начинает говорить я остаюсь снимаю нам видно храм крест все другом это от осталось к нам приходят снимаем засмеялась и и там под руки девчата наши ведут продолжаем снимать проходит день нет сидим с любыми на ему разговариваем она у меня была о любе говорил вот как было и жалуется на что любом аминаева такая такая то хочет моего сына женить на такой-то разведенный я записываю и она это видит все а когда вы не дала люба люба звон завала на нее она не говорила батюшка пришел я включаю разговор-то идет как вот сейчас то сказала там написано что хотели они бы видеть меня только мертвым то есть ложь ложь от дьявола и поэтому я тебе сказал ты не торопись обратно говорить а потом когда начинает день проходит другой правда а я и забыл а ну ты забыл а зачем же говорила что я забыл вы осторожнее будьте с этим я говорю сейчас о том что вчера написали вот один говорит вот люди которые не платят десятину их можно приравнять к юге я никогда не думал об этом иуда воровал святотаться что ему наклали бы ящика и кто-то 10 но не берет господь это продать и меня я говорю но слово в слово сходится это иуды я не думал а другой говорит так уже по женской линии а вот женщины когда я говорю счету борду я начал отпускать там поднялись и жена особенно жена где-то какое дело ты мужчина то ну и мать тоже что ее бороду сбрил еще ну вот я и сбрил так больше не заходи ко мне он отрастил тогда а дальше начинает усы это как кисточка который рисовать можно стала разукрашивать а жена против а потом один говорит а жена потому и хочет против сделать занять свое место которое бог дал ей подчинение мужа ты теперь на бабу похож на тату и команды а то вчера новости какие это я подумал и здесь есть разум так с тобой слушай внимательно когда володя приходит тебе не надо много разговаривать а только принять то что есть а ты ему полностью отшила и теперь то что вам надо и стали бы ты по себе равняешь других я тебя не уполномочил распоряжаться моими клиентами зачем тебе это нужно и сейчас все раз стал говорить говорит они с надеждой васильной контакта то нет настоящего то если я сказал это значит уже обдуманное и никуда не надо поворачивать конкретной и четкой вот я сказал калина дал сразу какие-то там разговоры идут не надо я принес она была застывшая и разморозили даю ей значит только выполнить надо сколько 10 килограмм нету набери трехлитровую другим там дашь моей рукой взято как я на каждый куст на самой верхушку там трес на лестнице а лестница маленькая и приезжал все до единой ягодки мной взята здесь и володя за сахаром засыпал ведра купили вместе то тут уже сообща поэтому найдите банку хорошо вымойте плотную такую покрышку и чтобы расстояла не опрокидывалась это довезешь мы вчера уже придумали как как но не в банку и не в стеклянную а придумали в бутылочку пластиковую и заклеить скотчем скотчем бутылочек ну вот такие две ну какие полторашки полторашка полторашка значит если полторашки взять ты можешь 5 взять спокойно не могу у меня багаж не больше десяти килограмм хоть какой-то багаж на 10 килограмм и все багаж на какой у вас кроме калины нет но у меня вещи есть потом еще вот это я не знаю что я думал что еще больше нету нет нет а сколько вещи весят ну я сейчас не знаю сколько они весят но можно узнать что по 10 килограмм то подвести ну посмотрю но мы догадались дело в общем дело в общем когда я был нью-йорке ну ясное дело что я златоустого люблю его нигде нету и мы сидим за столом я в синоде прямо жил кондратюк арсения архимандрит и он там бутылка у него всегда водки русская то водка русская он говорит и осетер ну там нарезано конечно в миг ране и дал такое то наверное и сам опять выпить так эх вы русские а вот я пошел купил здесь какие-то разговаривались когда по златоуста то сказал насчитал златоуста как 12 того да я говорю я не считала насчитал на пленку он пошел и говорит последнее издание было репринтное в италии а он в италии там помогал монастырь стоит он богатырь такой либо франции там какой-то лестнинский монастырь а вот мне удалось достать зеленого цвета твердой корочки 12 томов и кажется 13 12 и пополам разбитый и он стаскивает оттуда чемодан и говорит я вам его дарю но это для меня было не то что подарок а что-то сверх того но я взял ну сколько они весят ну не больше десяти килограмм не больше и чемодан и в чемодане все запаковано оттуда когда я ехал один вашингтон и там меня потапов принял отец виктор ходили мы вместе на голос америки который на русской передаче было записали меня там еще и и такое дело было и когда я уже ознакомился с компьютером а у меня его не было и и мне там его подарили я взял в руки теперь у меня выбор был чемодан который златоустом и компьютер в руке вместе не идут я пойду компьютер я все равно достану мне подарят приехали из москвы и подарили писатель один нежный александр иосифович а эти привез и виктор по ним считал проповеди и часто не потеряйте там есть а володя вам выписал да ну такой конечно бумага как газет на и сравнить нельзя даже вот как вот что ищет горит и найдет я не искал его но в разговоре коснулась так вот мы сидим прихожей ликера водочного завода пальтально роберт робертович а там у него все стены обклеенным какие-то на конкурсы где видимо больше пьяницы и везде в рамочках везде я насчитал кажется 78 грамм от то есть хорошая водка хорошее там вино ну и тут прием мне я зашел и там сидите знакомый человек сидят они разговаривают он кивнул головой поздоровался и говорит с этим говорит вот я привез говорит голубей достал редкой породы такой краснодарский вроде бы и голубь улетел а голубка осталось вот найти то бы где его а меня кто-то дернул когда язык а какой он светом да какой темно-коричневый я говорю размером но меньше нашего голубя так он у меня говорю на голубятник он ко мне и прилетел как к вам прилетел вот так вы как говорите окольцовано там или нет я не спросил не помню да я тогда я говорю как так у меня голубь я его не ловил нигде он залетел голубятник я бы его не поймал и все ну показать то можете показать могу показать он зашел когда залезли посмотрел мой голубь еще бы ну можете отдать мне его я бы за что да я вам голубей других пород дам ягра мне все равно какие я не голубятник а любитель голубей я не вожу породы и когда голове такой температуры их голуби они все замерзнут а мне надо то я не топлю они там уколы делают там рыбий жир там все так они у меня там ничего нету мне надо сделать их крепкими ну как допустим ну во франции или где-то там народ то такой поэтому ему нужно сибирское семя и поэтому один из наших едет рождаются дети крепкие хорошие я к примеру говорю и вот здесь точно такая же я достаю голубей диких белых и сюда запускаю они вместе женятся поэтому качество ухудшаются но зато они делаются морозостойкими недавно одна вывела голубят при этой температуре и уже ну пробида вот-вот оперятся будут а другая снесла внизу одно яйцо я проверяю все время тепло я захожу она вылетает сейчас прихожу внизу пустой оказано сидела на улице это было обидать в снег ней прилип растаял и яйцо присохло к ней и она вышла когда и яйцо за ней сюда выйдет и в ящике лежит я когда подошел уже застывшая там голубенок прям да подожди маленько подожди сейчас он у меня в кармане лежит я с ней вытащил его в кармане вот уже он на выходе был вот он видишь какой а вот вот совсем к вот оно какое это я кошкам принес он уже замерз и все он прилип к ней и когда она вышла есть он в это время то я оторвался вот он какой вот он все клювик у него крылышки все уже сформировалось а тот клювик его я не знаю видно или не видно будет показать так сейчас я уберу это вот такое дело значит так любовь николаевна володя не стал заходить почему а там у вас любовь николаевна она его отворот поворот ты превысила свои полномочия этого делать нельзя и вот сейчас что-то тоже принесли а я не надо на эти взяли ты не ешь молчи принесли не к для всех и делать поворот я понимаю вы врач любите гигиене ся ну понятно так но я не болею поэтому что приносят это не купленное где-то бывает не дефицитный роман это сказать куда его туда я прихожу и так все на наше поэтому было такое что володя ты отказала он не скажет ты знаешь какой он молчу на тут разговаривался володя я как не отказывал заходить более там было горит и он уже ставит перестал а он на днях только привез знаю что мне стухари нужно берет там хлеб некондиционный бывает маленько подгорел где-то или что-то а магазин это громаднейшие марера миллиардер и за ними следят если они не продали вот хлеб положено не больше трех суток а они совершенно здоровая там и виноград и яблоки еще только не оттуда они оттуда все это выносит и поэтому где там бывает зелень где-то там и лук и молоко и чего только нету и он насушил 8 мешков полных по 50 килограмм который мука но там меньше вес то 8 мешков это на все летом обеспечены сухарями а мне не надо у тебя не надо нам надо ты сухарях не говорила а он все-таки принес а он такой молчун он один всегда живет и его трогать нельзя трогать даже не трогать а он сразу раз и отступился я теперь уговариваю да принеси и положи чтобы он не принес все принимать он принес хорошее не как плохое бы ими хорошая останется он принес прошлый раз винограда больше десяти килограмм да где виноград увижу то из него которая сняли то но не больше килограмма остальное совершенно нормальный виноград а у меня не ем не ешь никто не заставляет не трогать ты меня слышишь слышу я поняла вы рассказываете о владимире вопрос снятый который обеспечивает помидоры где-то огурцы представь себе в детстве а тут принесет полную сумку но несет еще две но я чем-то стараюсь ему что мне помогают а другое я вот про этого хочу рассказать это я его задевал сон задел и она у меня тут оставил след и вот мы сидим разговариваем я ему отдаю голубя этого они сыновья такие рослые он пришел как у нас на собрании был кажется криворота владимир иванович и потом окажется директором тракторного завода разрушенного поставили добрый человек а вы еще приходили так роберта робертович это я говорю мне каждый год помогает а что помогает от 3 литра спирту бывает ребенка помазать надо и бывает вот эти тюрьки которые из-под чего-то там где-то есть сахар или что-то дает такое иногда один раз даже сахар удал для тебя познакомлю с человеком который тебе дает все что ты хочешь и он меня познакомил с одной женщиной благословил господи елена тоже мы молимся каждый день ты и она мне раньше я был так вот как лето приходит меня на машине везут в разные предприятия прошу показывать документ на детский лагерь где-то там мешок дадут где-то вермишель ну по одному там 10 20 предприятий нужно будет ну ладно здесь так она спрашивает что вам нужно она директор большого предприятия она мне один раз такая видела я один раз видел когда пришел посидели с ней вместе поговорили и она ни слова не говоря я там книги подарил так что нужно пишите но я вышел написал 12 мешков муки высший сорт ну и дальше пишу сахар у меня нужно сколько написал там кажется 200 килограмм это я там варенье все дальше вермишели нужно и пишу 5 мешков того-то пшонки столько-то там хлопьев столько-то и на когда сказал сахару я еще не знал ее и в это время меня звонят так приготовьтесь вас есть кому разгружать это мы грузчиков пришлем разгрузят привозят я посмотрел насколько тысяч рублей дальше цена дается я должен расписаться что дали а сахара нету сказали но они прислали вот вам 4 пляги какие пляги но с медом как-то но она закупила раз надо закупила где-то на пасеке и запломбирована пломбами а каждая 38 литров это попал центра каждая это тяжелый где-то 4 фляги как это понимать понимаете как один разговор и как господь расположил вот сейчас я не могу к как связаться а больше не видел только заказывать по интернету и сразу как только дней приходят и привозят так мало этого откомандировала людей летом к нам ей нужно было там для чего-то рекламу делать снимать было снято михаилюк там сняли запрос делали отец против чтобы его сына было там ну календарь там другое то так они чтобы сфотографировать нас привезли с собою голубей они на веревочке у них голубей породистых им нас с серапимой посадили рядом фотография такая и мы голубей держим вот это надо заранее обдумать как дрова колят и все и потом у них это реклама идет но и уже все кончилось лежать и которая с ними главное было и она оставляла в сторонку конверта это грище она сказала это вам отдать я посмотрел там деньги лежат я думаю еще я должен платить не это она сказала игнатию тихо ночи лично в руки дайте красненькие бумажки это что из-за чего из-за голубя а теперь этот роберт робертович ко мне приехал мы здесь по двору у меня гуляем и я говорю знаете вот хороший вы человек но торгуете не тем вы людям воду давайте а не водку да я же баварину тут все весь бюджет наполняю я говорит и кладбище пьяницами наполняешься отмершими да вы что ну я его стал все это рассказывать и осенью приезжаю звоним он год вот это вы мне на пророщили меня сняли с работы и начальником поставили водоканала я его сказал про воду и никуда-то на воду поставили а потом его знали здесь горно-алтайская автономная область его взяли он там каким-то не знаю премьер-министром вот такое дело вот только коснешься где-то чего-то и все меняется по-другому мы договорились теперь с тобой будем говорить моя возлюбленная я сколько раз тебе говорил днем не ложится ты меня днем лежащего не видала я же тебе говорю это он посмотри на него говорил это многократно говорил прихожу один раз двери все открыты и за шторкой лежит 5 никого нигде нет это еще не жила здесь вчера прихожу на лежит замерзла не ложись а тебе надо вот так вот вот представь себе я сижу могу открыть когда-то было вчера я бы так вот оперся но не могу уже больше ну если до 60 лет ты спишь лишний час то лишний час у тебя отнимать целый день то есть срок жизнью уменьшается если после 60 один час не дать лишь и поспать тоже укорачиваешь жизнь но мне 83 год я уже так пишет пища той заснул и пища той носом в клавиатуру в кровь разбивал уже три раза было вот когда вот этот стул то мне сделал сам додумался это картон палки там стоят если кто не видел я могу даже показать обыкновенный списанный стул вот посмотри с обратной стороны гляди какие палки а так это картонка это картонка с той стороны и надежда васильна дала мне тряпки а вот какие палки то подними за вот там видно было вот оно какое прикрутил прибила там стул железный а из-то стул железный это списали школьный 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 ну вот так тебе садись я вообще позавчера ты вчера у меня было я вот так откинулся думаю минут 15-20 совсем не там закрываются глаза то и уснул видимо больше целых полчаса было рассказывает даже боя значит со мной было я проснулся и не пойму где я нахожусь как глубоко спал так что же такое день володя все еще спит а володя давно уже уехал на работу я к печке а там все уже проговорил это краж я опять уголь не засыпал а то же уголь-то сгорел то я полностью перенесся как я всегда встаю днем я никогда так на этом стуле что засыпать не было то я туда налево-направо ты-то это же другой день что же я делаю то я полностью перешел в то как мы уснули и у меня по-другому никогда не было вот настолько это вот где она сидит я там показывал как увидела чтобы голова была не на известке то 20 минут 47 секунд меня замечали 47 секунд заснуть и вдруг мне в стенку я соскакиваю никого нигде нету господи прости меня грешного поблагодарил вот кому начнет в такой бедности вроде бы